Ну, мы с тобой знакомы, меня зовут Алекс, и, значит, идея конкретно вот этих сессий мне пришла в голову, каким образом? Дело в том, что я, ну, у нас есть курс по Талтекам, я, соответственно, он с марта начинается, с третьей недели марта, и я начал в интернете создавать под это дело группу и пытаться, значит, делать рекламные объявления, вот, я говорю тебе, да, ты когда говорил, мне почему-то тебя не было слышно, может быть, сейчас, 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 у меня сейчас все включено, а вот сейчас скажи, интересно, я буду тебя слышать? Раз, два, три, что-нибудь скажи просто. Вот я сейчас говорю, Саша, тебе слышно? Да, ты говоришь, у меня тебя не слышно, почему у меня тебя не слышно, я не знаю, но тогда, получается, будем общаться через чат, у меня отображается твой микрофон, совершенно так, ну, включено, да, я вижу, что ты говоришь, но почему-то я тебя не слышал. Странно, у меня тоже включен микрофон. Ты меня написал, что слышишь, хорошо, значит, я начал размещать рекламные объявления под свой продукт, ну, свой продукт, конкретно курс по Талтекам, вот, и столкнулся с такой вещью, вот, сейчас просто в двух словах я поделюсь, чтобы было понятно, почему эти сессии я счел нужным вести и понял, что эти люди, реально людям может помочь. Значит, во-первых, когда я стал создавать рекламные объявления, сразу появились люди в интернете, я не знаю, видимо, ВК сливает информацию, как только первое объявление появляется, которые стали мне прилагать услуги. Мы можем там все у тебя про, так сказать, в социальной сети ВКонтакте прокрутить, значит, разместить. Я с ними немножко попереписывался, было несколько экспертов, которые вот реально с огромным списком ссылок, там, благодарности, не знаю, там, десятками, может, не сотни, но десятками, да. Но когда я стал беседовать с человеком, с конкретным парнем, явно, что он уже в этом бизнесе, там, пару лет, я понял, что он хочет какую-то активность провести, но он не гарантирует мне результата. То есть он не гарантирует определенного количества прихода подписчиков. И это просто некоторая движуха, которую он хочет провести как активность, но насколько это мне реально вот будет в точность и то, что мне нужно, и с таким качеством, которое мне нужно, я понял, что вначале, когда вот услуга, значит, предлагалась, там, и цена, там, шла порядка, там, 6 тысяч, 12 тысяч, вот, да, значит, он эта тема избегает. Как только я стал выходить с ним на конкретные вопросы, хорошо, мне вот, давай, по конкретным оценкам, я по количеству пришедших в группу, по количеству подписчиков, допустим, готов тебя платить. Когда мы стали разгарить на эту тему, у него цена выросла до полутора тысяч долларов. Я был в легком шоке, потому что если товар не гарантирует определенные, как бы, характеристики, то я и сам могу это сделать, и непонятно, как бы, за что ты платишь. Ну, полторы тысячи долларов, это немножко такая цена заоблачная мне показалась вообще. Вот, и если это уже раскрученный продукт, я не знаю, там, допустим, тысячи, да, подписчиков, или, допустим, участников тренинга, то тысячи, полторы тысячи долларов нормально можно заплатить. Но когда кто-то начинает, кто-то пытается выйти в онлайн ВК, и вот эти первые шаги, то там обычно разговор идет о десятках, ну, максимум, так сказать, пара сотен, там, ну, две сотни, три сотни, пять сотен, это уже много вот. Поэтому я понял, что на самом деле это нужно делать все самому, во всем этом можно разобраться, никто лучше нас самих не знает, наш продукт, никто лучше нас не знает, наши мысли и идеи, связанные с тем, что, например, по ходу дела у нас что-то меняется или добавляются какие-то особенности нашего продукта. Мы быстрее всего можем это изменить у нас на странице ВКонтакте и везде, и, значит, не факт, что всегда нужно обращаться к помощникам. Вот я понимаю, что многие люди гуманитарии, вот, но для этого мы эту сессию сейчас и проводим. Значит, это почему я решил этим заниматься, вот. И, конечно, нас пока двое, но я надеюсь, что ситуация меняется гораздо больше. Я бы хотел, чтобы был такой клуб по интересам больше людей, которые вот ведут свои продукты и обмениваются информацией, обмениваются какими-то фишками, какими-то находками, говорят о том, что, например, какая-то продажа пошла лучше и почему, как они видят. Вот этот обмен информацией, он очень ценен и важен, потому что действительно можно какую-то акцию, вот рекламную кампанию провести, да, и придет, например, там, например, по подписке всего пять человек, а может прийти десять, а может прийти двадцать или сорок, вот это вот разница, а тогда восемь раз, да, там, 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 от пяти до сорока. А нас стоит вот из соблюдения всяких вот этих вот, как бы, нюансов в этой цепочке вообще и лучше, как бы, проработать нюансов. Значит, что, как мы будем работать? Мы примерно у нас на час пятнадцать сессия, ну, максимум полтора часа, значит, мы все это попробуем своими ручками, просто вот на компьютере. Значит, я сейчас просто расшарю свой экран с тобой и буду показывать, как я это делаю с нуля. Я прилагаю тебе со своим компьютером себя это повторять, потому что, когда ты это повторишь, я буду делать с той скоростью, которая удобна тебе. Когда ты это повторишь, а вся эта цепочка, как бы, уложится. Вот она вот такая, значит, и когда какая-то под новослугольный продукт придет, просто можешь сама за несколько дней ее все повторить. Значит, первое, значит, к чему я пришел, лично мой опыт. Я пришел к такому выводу, что переписываться, вот, как бы, налаживать все эти контакты, когда, ну, в личную с кем-то переписку, стадиопедичные, так сказать, приходы через переписку, это, конечно, можно делать, и каждый из нас это будет делать, как бы наращивая свою клиентскую часть, но это очень эффективно. То есть гораздо лучше, когда в группе, в группе приходят те люди, те люди, которые конкретно заинтересованы в твоем, в моем, в нашем продукте, в продукте каждого из нас. И когда это массовое количество людей в группе, в сеть ВКонтакте входит каждый день 90 миллионов человек, на самом деле. Нужно просто набрать, собрать, найти, привлечь, показать, что вот у меня есть такие-то услуги. Вот. Как только этот приходящий участник массовым становится, естественно, нужно переходить на рассылку, потому что, вот так вот вручную сообщение, то, что, например, вот такого-то числа будет такая-то сессия, или что-то у меня, так сказать, появилось на группе, это все неэффективно. Ну, то есть можно поставить, там, 50 человеком, да, но когда, например, в группе, там, 30, даже 30 человек, 30, 40, 50, это не надо тратить свое время на это, нужно переходить на то, чтобы в одной форме заполнилось, значит, какое-то сообщение, и всем подписчикам оно ушло за, так сказать, за 5 секунд, возошлось, и переходить на эту форму рассылок автоматически. Это то, к чему я пришел. Значит, есть две системы автоматической рассылки, наиболее популярные, которые работают с сетью ВКонтакте. Сейчас я тогда расшарю, и буду, значит, надеяться, что у нас эта связь не подойдет, значит, я буду все показывать. Вот у меня сейчас весь экран, я надеюсь, ты его видишь. Значит, мы идем в нашу группу. Я всю информацию заранее подготовил, вот наша группа. С такими этими самыми, справа, где-то, логотип, где люди там на телефонах, вот, как. Я надеюсь, что ты видишь экран, да? Значит, в этой группе есть два поста. Вот один пост, он, значит, вот он, со ссылками со всеми, сразу после сообщения, да? Вот здесь перечислены четыре ссылки, которые будут использоваться в работе, и с некоторыми настройками. В конце поста прикреплены скриншоты, вот, значит, ну, которые, на которые можно сказать, как бы, как опорные, да, графические. И вторая часть скриншотов вот здесь. К сожалению, их очень много, потому что этих нюансов много. Но начинаем мы вот с этого. Вот есть две системы рассылок. Singler и ArtSend. Singler — это такая совершенно независимая, самостоятельная программа, написанная российскими разработчиками. А ArtSend, он больше интегрирован в саму сеть ВК, возможно, он какой-то подгруппой ВК описался. Значит, вот в ссылке, которую я привожу в этом посте, значит, есть, ну, идет сравнение этих двух систем. Если тебе, бот, или кому-то, кто смотрит эту запись, интересно посмотреть сравнение, почитайте. В общем, вывод такой, что нужно пользоваться Singler. Singler — более мощная рассылка. Там можно, значит, внутри, вот в плане цепочек, разных типов сообщений, которые они шлют, всю статистику. Более развитая программа, скажем так. Поэтому я начал работать с Singler, и мы будем учиться с Singler работать. Значит, для перехода на работу с Singler нам нужно кликнуть на вот эту вот ссылку, которая называется Singler.ru. Вот, значит, если мы на него кликаем, это начальный этап, я предлагаю работать с ним. То мы переходим вот сюда. А попробую кликнуть вот на Singler.ru. Вот он. Я, наверное, в час буду копировать. Слушай, самое главное. Так, значит, как мне здесь увидеть мой чат, интересно. А, я расшариваю сейчас, да? Хорошо, вот так. То есть я кликну. А мне стоит видео ренейн? Нет. Слушай, было бы удобно, конечно, чат-печатать это. А, подожди, если я... Надо понять, как бы так мне делать, чтобы мне эту информацию тебе копировать, а ты не находил ее. Значит, если я... Сейчас, подожди. Я вот думаю, как лучше. Ну, попробуй. И видишь, я не вижу твою обратную связь, что мне меньше нравится. Хорошо, вот так вот. Это что такое? Текст документа. Нет, 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 не нужно. Так, так. Так, только ты осталась. Ага, так вообще. Видишь, плохо, что я тебя не слышу. Блин, даже не двигаешь. Как же нам сейчас так сделать, чтобы я не терял контакта с тобой, если мне еда, либо... Подожди. Раз, два, три. А сейчас скажи что-нибудь. Сейчас слышно? Сейчас говорю. Я не слышу. Как? Все время говорю, ничего не слышно. У нас всего два варианта. Я могу либо слышать голосом микрофона, чтобы было удобнее всего, либо через чат. Но поскольку я шарю экран, то мне чат не виден. Нет одновременно. Видно, стоп-шили. А если я уменьшу этот экран? Может, если вот два экрана сейчас посмотрю? А вот чат. Подожди, если я вот так вот чат... А вот, я могу его выделить отдельно. Вот. Ну вот так вот будем работать. Вот это... Да, Алина. А вот ссылка для входа в Семвер. Ты входишь в первый раз. Сразу появляется в IT. Ну вот у меня в IT. Я кликаю на в IT. Я сразу попадаю в кабинет со своими группами. Если ты кликнешь на в IT, она тебе предложит что-то там. Если ты в контакте согласишься, что ты войдешь в общем... Идешь на эту страницу. Только у тебя здесь... Если ты с Эмлер раньше не работал, у тебя нет групп, то у тебя не будет ни одной из твоих сообществ. Просто будет пустая страница. Вот на такую страницу ты можешь сейчас перейти? У тебя получается перейти? И вот где вверху горит «Подключить сообщество». Напечатай просто. Смогла ли ты перейти на эту страницу вверху на кнопку «Подключить сообщество»? Меня слышишь? Вот. Ладно, давай тогда я буду рассказывать. Если в чате ты где-то запаздываешь, что ты печатай, а я просто буду рассказывать и показывать все. Значит, мы переходим вот на такую страницу. Если вы раньше с Эмлером, с автоматическим рассылщиком сообщения не работали, то у вас будет пустая страница. Нет ни одного из сообществ. Мы пока оставляем его на время в стороне, потому что мы к ним вернемся. И вот так вот сделаем. Значит, и просто создадим новую группу в ВКонтакте, в которой будем сейчас работать. То есть мой подход такой. Не трогайте существующие. Да, получилось войти. Все. Значит, сейчас вот смотри на экране, я создаю... ВКонтакте. Я буду просто создать с нуля. В плане того, что это недолго по времени займет, это никак не повлияет на твои существующие группы ВКонтакте. Никак их не... Но ты запомнишь весь алгоритм в существующих группах. Сможешь это самое добавить и повторить там, где тебе нужно. Ты уже сама будешь... Сейчас в сообществе. Знаешь, что тебе пришла идея какая-то, какого-то нового продукта, что ли, который ты хотела бы реализовывать? Не знаю, какого плана. Для этого ты кликаешь на сообщество сначала, потом переходишь... Вот здесь такая есть кнопка создать сообщество. Ты кликаешь создать сообщество. Я вот создам его как группу. Я не буду рисковать выбирать бизнес, потому что я не знаю, какие ограничения, какое отслеживание ВКонтакте будет на создание бизнес-сообщества. Хотя с другой стороны, как бы этот продукт действительно на продажу у нас. Ну вот, я пока выберу группу поинтересу. Название. Давай... Ну, я не знаю, давай что-нибудь придумать. Давай вообще вот так вот, допустим. Можно, конечно, вбивать такие, как пустые формы, пустые слова. Название один, а можно какую-то реальную группу. с поддержанием. Я задал услуги, например, меня интересует. Мы бы эту группу и создавали. Хорошо, давай представим, что человек психолог или астролог, или действительно психолог, или эзотерик, потому что в категории всех людей сталкиваются с трудностями в продвижении своих продуктов и ВКонтакте. Да. У тебя началась индивидуальная сессия по психотерапии. Хорошо, давай так. Тут сразу задумываешься, как лучше, потому что название должно быть какое-то яркое, не знающие. Порой в твою группу придут только по названию. Например, вот смотри, у меня группа по Талтекам. Понятно, что традиция Талтеков там из Америки и в том числе моя потенциальная аудитория, потенциально с ней, конечно, работать, но в том числе это те, кто читал книги Карлса Кастанеды, потому что все учение, описанное в этих книгах, используется на традиции Талтека. Там есть такой термин нагуаль, который показан, описывает, во-первых, ведущего группы магов и описывает непроявленную реальность, вся непроявленная реальность называется нагуаль. Это слово нагуаль, если человек видит, если он хотя бы раз его читал, хотя бы что-то об этом слышал, он сразу на него реагирует. Он такой заряженный, ключевое слово, поэтому у нас и группу только увидев это слово. Поэтому в названии, конечно, нужно что-то яркое, поэтому когда-то написал для начала индивидуальной сессии психотерапии, тут бы, конечно, хорошо бы, с одной стороны, не сужать то есть не выбирать только дистанциональная психотерапия, но с другой стороны, выбирать что-то яркое, чтобы человеку запомнилось. Я даже не знаю, ну давай, давай назовем так, психап. Я не знаю, я просто креативлю от этого самого. Психология, психиатра, наверное, люди проагируют, и психологи, и клиенты, которые к психологам ходят. Вот здесь не важно, что ты выбираешь, мы выберем именно вот группа общения, объединение группы людей. Вот здесь что-то выберешь, на данный момент не важно, в любой момент можешь поменять. Я бы выбрал типа группа сообщества, но эзотерика, те, кто сейчас слушает, никогда не выбирайте эзотерику, если берите, а, все, эзотерика, да, здесь еще где-то есть эзотерика, как выбор. Да, у вас будет эзотерика, выбрана, значит, как тематика, ваше объявление на 90%, ни одно, ни в каком виде, не пройдет модерацию в контакте, потому что у них эзотерика под запросом. Не только эзотерика, а, значит, например, такая форма работы в психотерапии, как расстановка, расстановка полностью под запретом. Работа с родом, все это сразу, это сразу закрыто, поэтому надо выбирать общение. У тебя написано, целительная сессия та же, которую можно виртуально в анайд-режиме проводить. Ну, включим это, значит, пока у нас написано вот, целительство, они тоже не пропускают. Нужно что-то такое нейтральное, вот, здесь слово, связанное с целительством в верху, не должно быть, и в описании тоже не должно быть, иначе они не пропустят. Я столкнулся, промучился, может сказать, месяц переписки с ними имел, чтобы понять, что это место. Но они не пропускают по ключевым словам. Сейчас я найду, значит, бизнес-авто, просто пробистаем. Должно быть образование. Да, просто образование. Сайт у нас никакого нет, открытая группа, создаем сообщество, все факты. Вот оно создалось. Создавать точно так же на своем компьютере, ты потом его удалишь в любой момент, находят свое сообщество или повторяй за мной. Это такие шаги. Вот создалось само сообщество. Минимальное, что нужно сделать, это загрузить картинку. Сейчас я вначале вот так вот смотри, чтобы нам было удобно. Загрузить фотографию. в интернете он сейчас тормливает немножко, у меня тут куча всего, я не знаю, что здесь можно под психологию подать. Вот, давай в эту картинку просто. Это не важно. Это просто заглушки, такие мы делаем, простейшие. А, значит, Короче, ладно, давай тогда это уберем. Загружаешь файл, а что здесь ценное? Ценно вот здесь вот в описании, добавить описание, описание твоего продукта, о чем эта группа. И вот я лично делаю упор на то, чтобы люди кликали на подписку, потому что как только мы свяжем эти две системы в контакте, вот здесь появится такая иконочка с конвертом, кликая на который, человек, зайдя в твою группу, сможет подписаться на автоматические сообщения. Так вот, цель, чтобы как можно людей подписывались на твои сообщения автоматические, потому что если автоматическое сообщение, рассутие в сообщениях и пользователи с твоей группой не уйдут, обычно какой-то процент уходит там, 100 человек там, 1-3-5 человек, но это не случится. Если они видят, что ты о чем-то пишешь, отзываются, это им интересно, они потенциально покупатели этого продукта. написала, да, это уже сказано, что не все пропускают, но это не проблема. Да, не проблема вызывать. Давай дальше пойдем. Поэтому я пока буду добавить в описание, ничего не включаем, но на странице у нас ВКонтакте вот здесь я прямо для настроек привел свой вариант, как я пишу, потому что у меня лучше покороче текст, конечно, покороче еще надо лучше, но в конце я делаю именно упор на то, вот здесь прямо приводится. Значит, нужно подписываться. Кликните на подписку просылка, назначите, блаблай, если вы хотите получать эксклюзивную информацию о каких-то сессиях, о каких-то поездках, о каких-то дискуссиях, обсуждениях, вот. Это то, что нужно не забыть сделать, добавив в описание. Значит, теперь следующее. Что мы делаем? Мы идем вот сюда, кликаем на управление. Тормаживая. здесь идем в сообщение. Сообщение сообщества. Как интересно, если судно-помолчению, они отключены, они должны быть включены. Ты можешь, если выбрать, а добавить в левое меню, кликнешь, вот так вот, то вот здесь он у тебя появится. Тебе будут удобны всегда слева заходить. Добавляешь приветствие. В приветствие, это когда человек войдет и первый раз, как бы, появится, тоже нужно продумать такой текст. Хорошо, давай заглушки делать, типа текст, текст. Хорошо, не но все фактор и что мы делаем сейчас мы значит вовляем a similar этого мы идем опять управление а приложение и вот здесь вот если ты не может встретить список слов которые не пропускают значит смотри они не смотрю как это очень хорошего а ленты да естественно бы к этим списком слов делиться не будет 2 год назад или 2 назад было послабление очень сильное потому что я специально ради вот этой темы посмотрел запись которые круто продавали реально вообще продажи не были интернете в быка и они писали как они строили рекламные кампания понятно еще год назад с медитацией то есть сектор интересуются йогой медитации они спокойно прокатывали вк плюс а если шаманизм подавался под формой не как как бы эзотерика и религия да в этом плане даже а как а такое бы влияние феноменского характера то шаманов они тоже пропускали часть всю вниз и ужесточилась то что я знаю они сейчас не пропускают честно сейчас те слова связаны с астрологией нумерологией с эзотерикой я вот перечисляюсь того что я знаю с а любое стилинг и целительства нам придется это обходить вот это можно все обойти все равно свою гитрую набрать но это но на это не надо упоминать описание групп и группы их кирпо заполнять хилинг целительства шаманизм а даже слова кастанеда у них потому что они считают я пытался списываться ребят романы литературные они говорят нам пофиг там и там все равно эзотерическое содержание поэтому это самая банк вот поэтому весь кастанеда пролете а вот значит меня он сейчас есть группа уже упоминается но и потом начнем какой момент можно уже наполнять тем контентом который ну грубо говоря соответствует характеру твоих услуг ну вот кастанеда эзотерика медитация медитация тоже они они наши медитации на луну на солнце все послали что-то под запретом это забанили поэтому будет трудно поэтому я обращался в том числе к психологам не только к эзотерикам потому что с этими трудностями столкнуться и сталкиваться психологи тоже весь хеллингер расстановки все под запретами работа с родом то есть это все они считают эзотерикой созданием пирамид и все это банят что вы можете работать грубо говоря выращивать создавать контент добавляя посты качественное да а ты это не объяснишь они считают что расстановки с родней эзотерикой любая работа с родом это это сродни эзотерике они считают что это научный метод не признанный в сообществе научном и создает пирамиду ну грубо говоря создает такую как бы форму общения когда непонятно что птюхивают клиенту и потом подсаживают на это клиенты в этом плане вот они так относятся к эзотерике также к расстановкам а серьезные расстановки они не пропускают вас расстановки не пройдут если у вас будет хеллинга герри расстановки даже слова расстановки поэтому да они они почему-то считают что это сродни эзотерике а у меня нет полного списка слов но вот то что я перечислил они не пропускают поэтому никаких медитаций никакого шаманизма не пропускают начальных версиях сайта потому что нам нужно чтобы первое объявление а вот чтобы группа начала набираться а потом они уже можно будет наполнить тем контентом которые реально хочешь теперь на управление приложения я надеюсь ты не находишь здесь 3 списка рассылка сообщений слева такой значочек конверта вот этот значочек конверта как раз один вайд появится на твоем сайте как только ты добавишь вот сейчас ты хочешь добавить на кнопку есть оставляешь все по умолчанию то есть чтобы его видели все пользователи вот это название неважно кликаешь просто хранить значит после того как ты сохранила переходишь кликаешь на значки своей в своей группе который называется вот здесь появилась у тебя с конвертом участники да они будут подписываться на автоматическую рассылку сообщений клика на этот конверт и подписавшийся будет у тебя виден на сайте этого сэндлера где ты можешь создавать вместе с тобой создадим первую первые как бы ну объединение рассылать по поводу твоих услуг почему это важно потому что мы раз первый раз зашли на твою группу на твой сайт они зашли что-то посмотрели и ушли во первых здесь вот есть у них а участников группы вот здесь они же включить уведомление выключить человек может даже иметь выключенное уведомление если он имеет выключенное уведомление он вообще не будет знать о той активности которая у тебя происходит на сайте в твоей группе в твоем сообществе не будет знать о ничего о том какие новые посты у тебя появляются какие новые предложения человек просто ничего не год знает поэтому в идеале а нам нужно из такого пассивного участника группы какую-то часть аудитории делать активными участниками обсуждения по тем а ну как бы темам в которых ты эксперт а значит для этого нужно постепенно через разная форма призывать именно подписаться потому что как только человек подписался все ты уже здесь шлёшь ему сообщения от себя с определенным контентом и он их смотрит а потом уже проявляет эмоциональную реакцию а потом уже проявляет интерес а уже потом покупает продукты очень потому что изначально когда человек не хочет никто не хочет сразу вот купить что-то люди приходят как правильно говорил у нас вот на курсе кет они приходят потусоваться им нужна информация для развлечения да ну первое себя показать за другими посмотреть им нужны развлечения и они хотят общения так вот через посты в группе у нас происходит общение и развлечение с народом но постепенно подводят к тому что вот есть атаке то такой это услуга такой-то товар и у человека возникает желание его купить это примерно наверное у 90 процентов или 80 процентов аудитории только маленькая часть аудитории точно знает в точности вот что они хотят прямо купить здесь сейчас только нужен правильный эксперт и они вот его как только нашли вот покупают но это маленький процент очень основная аудитория будет вот через подписку и напиши пожалуйста у тебя значок конверта появился в твоей группе ты до этого шага дошел сейчас я увидишь так же как у меня на экране он отображается вот пока ты печатаешь видишь ли ты значок конверта я пойду дальше ну посматривая в чат вот кликая первый раз надо писаться а сообщество не под а значит а для создания рассылки необходимо подключить а ваше сообщество сервису на перебрать перебросил меня в контакт так сейчас мы делаем так значит мы заходим в наш земле верду тру просто наши значит мы подключаем сообщество нам дали сообщение что мне нужно до времени с обоим программами сейчас кликаем на подключить сообщество на этой ссылке здесь появляются твои аккаунты вконтакте появляются все мои группы все разные которые я потом объясню почему так много и вот видишь одна из групп которая называется c-factor я кликаю автоматически разрешить потому что это только один вариант как они будут работать вот остается вот такая вот ничего страшного кликаем на на повторить а повторить еще раз на разрешить это я думаю глюк этого синдера у меня всегда со второго раза получается все все вот смотри вот здесь слева если вот так вот кликнуть можно вообще выйти на все сообщества на все твои группы которые у тебя есть а у тебя если раньше никогда с лером не работала здесь будет всего а у меня видишь 9 но у тебя будет только одна группа раздумаешь я буду делаешь у тебя группа будет вот эту попробовать все факты пока подписчиков ну а кстати если ты если ты сейчас делаем так я могу быть твоим подписчиком посмотрим консультации и посмотрим как это все сработает рассылка тебе объявление всем подписчикам сейчас переходим сюда кликаем еще раз вот они говорят все фактор было удалить или кликаешь просто добавить группу здесь вбиваешь описание неважно то есть например а мной если двигаешься со мной то пожалуйста это самый так быстро не могу эту ссылку нужно на чекбоксе эту вот ссылку все выделить и запомнить смотри они сейчас тебе дали ссылку которая будет вставляться в рекламное объявление которое будет сразу по переходу на рекламу предлагать им подписаться автоматически и потом их больше уговаривать а не сразу по одному щу на кнопку будут фактически ну вовлечены в начинку я сейчас кликаю просто эту ссылку сохраняю ссылка на подписку я просто сохраняю она потребуется когда у нас будет реклама если просто окей значит сейчас мы это перепроверяем ты заходишь на свой сайт вконтакте а ну сразу и пишите добавим в левое меню в свое сообщество которое все сейчас подписаться это будет сейчас такой экран как он выглядит будет у пользователей у всех которые будут ну потом будут предлагаться подписаться даже сам не подписчик своей собственной автоматической рассылки я себя добавляю подписаться пользователей также будут выбирать это требует вот этот вот требует чтобы было разрешение на подписку после того как ты подписался или твой потенциальный участник подписался вот появляется такое сообщение что вы успешно подписаны так это можно соответственно второй раз кликая те кто подписались у них будет всегда кнопочка вот здесь вот справа вписаться то есть это вообще не страшно когда люди подписываются потому что в любой момент так работает тема Сенверх им понравилось они могут записаться в любой момент лучше бы они подписывались как можно чаще если им реально вы подходит контент соответственно если мы перейдем сейчас в Сенверх в все фактор все сообщества немножко наверное убивает то что значит смотри если мы сейчас перейдем в подписчиков здесь будет один подписчик я сам я хочу если ты со мной вместе идешь онлайн чтобы ты мне выслал ссылку твоего сообщества в котором эта кнопка вот так вот добавлена я бы добавился подписчикам в группу чтобы сообщение написано тобой пришло мне а следующий шаг будет напиши мне ты хочешь чтобы я подписался если ты следила за что делала до этой точки дошла нигде не потерялась в крайнем случае я могу конечно себе продемонстрировать как это сообщение себе рассылается вот ну если значит сообщение рассылать себе то значит вот заходим сюда в нашу группу в семнвере выбираем рассылки потому что рассылка это такая как бы акция рассылки сообщения в данный момент у нас не было ни одной рассылки и мы добавляем первую рассылку на группу подписчиков в нашем сообществе то есть в нашей группе которая на самом деле будет предлагать какой-то продукт и например рассылка вот такая новая рассылка значит здесь нужно выбрать разовая что-то один раз будет рассылаться здесь нужно будет набить название я не знаю там а все фактор например информация не знаю что-то яркость сенсационное для по индивидуальной реакции на коронавирус ну почему нет я же сейчас паранойя смотри это название оно где-то отображается на самом деле не так важно что видеть будет а твой человек имеют подписчики они будут видеть поэтому еще раз продублировать что-нибудь что-нибудь я не знаю да я сейчас просто не дам коронавирус я фантазирую но я даю пример примерно ну как бы пример как бы пример да не обязательно всегда писать сенсационные посты лаборатории фбр на основе данных генома не индивидуальных реакциях индивиду не не а вот эта психо появилась ну имеется ввиду этой нации ладно я здесь здесь должен быть какой-то текст небольшой из-за травки название название я часто выбираю заглавные буквы буквы оно просто сразу оно короткое должно быть но информативное чтобы просто зацепило оно просто сразу что поделялось заголовок это это сам текст ссылка на пост в твоем сообществе где уже содержательная часть этой проблемы и картинку потому что люди получают это это текстовое сообщение если их очень много в сети вконтакте общениях другие пользуются они могут они они это не они 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 привлекает поэтому для добавления картинки загрузить фото сообщение для автоматической рассылки я будет состоять из чего название заполнить сообщение должен заголовок я бы это за главный заглавный а потом текст до отсылка здесь должна быть ссылка на пост так нет первый пор ну я будут какие-то посты начальник неважно не важно это тоже лучше это должна быть картинка это Субтитры создавал DimaTorzok 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 Другие друзья Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А вот как относиться, если в такие посты будут приходить, например, каждый день? Мне хотелось понять вообще, на какой-то относительно большой аудитории, небольшой там своих подписчиков, какая есть, вот на этой своей аудитории подписчиков, как они относятся к получению подписок по автоматической рассылке? Потому что если это их нервирует, человек из группы уйдет. Я потенциально потеряю клиента, потенциального, а я потеряю потенциального клиента. Но если это нормально для людей, этим можно пользоваться. Результаты моих опросов, потому что я сейчас все стал включать вопросы. Везде идут опросы, и я через опросы понимаю, как мне лучше общаться с моей аудиторией. Вот, например, группа на Вуаль. Я такой опрос провел буквально на днях. Вот, я задал этот вопрос. Для нахожения лучший формат нашей общения в Вики, выбрав один из вариантов ответа. Первый вариант ответа. Мне нормально получать по автоматической рассылке одно или больше сообщений в день, если они содержательные. И это выбор 70 практически процентов аудитории. Не было ни одного человека, который бы написал. Я не подписался на рассылку. В данный момент не подписался и никогда не подпишусь. Я крайне консервативен и не люблю получать никакие сообщения по рассылке из этой группы или откуда-либо еще. То есть, таких вот совсем консерваторов у меня в группе вообще нет. То есть, люди, в принципе, если их убедить, что нужно подписаться, и рассылка хороша, они на рассылку автоматическую идут, и это выгодно и нам, и им. Вот остальные ответы были, что кто-то предпочитает, например, рассылку только, когда организуются онлайн-дискуссии, какие-то большие события по событиям, да, а текущую движуху всю информационными начинками к постам, они как бы сами, где захотят, посмотрят, где не захотят, не посмотрят. Кто-то допускает, что ему нормально 1-2 сообщения по рассылке в неделю, а для кого-то 4-5 сообщений. Но вот большинство, чему я лично очень рад, мне сказано, они, в принципе, за то шли, типа, мужик, свои сообщения, лишь бы там была содержательность. А я, типа, что мне надо, я прочитаю, все открою и познакомлюсь. Поэтому, в принципе, у меня подход такой. Нужно убеждать людей не агрессивно, но в разной форме, а переходить на вот эту вот автоматическую рассылку в сообщении нашей группе, потому что это удобно и им, и нам, и они получают информацию, которую они хотят, если она содержательная, они вот подтвердили, что нормально кому-то надо. И нам, потому что нам не нужно вручную общаться с людьми, мы всегда, когда у нас что-то есть, по товару или еще как-то мы, значит, можем составить сообщение в Сен-Лере и отослать группе. И стал делать, потому что было понятно. Ну, примерно были... Ну, примерно были... Держание в этих группах, потому что... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Спасибо. Давайте еще раз попробуем. Это одна из потенциальных аудиторий. Она называется «Нагуаль». Вначале здесь стояли заглушки, никаких слов не было, ни про «Костонеду», ни про «Изотарию», ни что. После того, как у меня прошли модерацию посты на рекламу, я уже стал заполнять ее содержание. Вот здесь уже даже продукт наш, который текущий для новичков, который идет по… Для старичков, естественно, для вас старая цена, там в два раза где-то дешевле. А для новичков они по этой цене идут. Всякие видео, содержательный… Это номер, в котором Карлс написал сам роман «Искусство сновидения» и так далее. Всякий содержательный контент. Люди, кстати, начали понемножку втягиваться, участвовать в дискуссиях в общении. Конечно, мне нужно, чтобы не просто вот мои какие-то посты по моей тематике. В случае твоей, Алина, это психологические услуги. А вот чтобы люди не просто их читали и получали, как потребители, какую информационную начинку, а чтобы они втягивались в общение. Какая-то часть из них участвовала. Очень важно поддерживать. Поэтому я всегда, когда только появляются какие-то посты, я их сразу… Ну, общение, если какой-то включается, я их сразу где-то размещаю, потому что мне нужно… Потому что через общение налаживается… Таким очень мало. Обычные решения в 99% случаев происходит бессознательно. Человек вдруг у него что-то кликает, и у него это отзывается, он хочет. И с ним просто нужно аккуратно после этого пообщаться, сделать так, чтобы ему это удобно было, провести оплату и так далее. Но решение о покупке, я согласен с этой мыслью, на 99% принимается бессознательно. И люди, когда приходят в интернет, в социальные сети, в ИК или другие сети, никто не приходит что-то купить. Мало очень кто. То есть люди приходят за другим, но параллельно, в процессе нашей общения, они вдруг покупают, понимают решение о покупке. Значит, в группе в этой, которая была изначально, у меня все группы, которые стояли там, там стояли заглушки. Вот они были такие вот, там было состояние, значит, вот такое. Первые три-четыре поста. Вот я написал, это просто сведения какие-то нейтральные, от Тула де Альенде какой-то центр, там, городок в штате Игальга, там, какой-то числе. Я добавил видео, потому что это видео, которое брал с хозяйкой кафе, значит, в самой Тула де Альенде, она владеет вот этим кафе, она мексиканка, соответственно. Вот я беру видео, значит, и оно просто от Туле, как такое ни о чем, что-то за коротко, как долго она живет, значит, с переводом с субтитрами на английский и на русский. Если английский по-испански, я немножко говорю по-испански, то я на испанском с ней общаюсь. Вот здесь вот все идет с субтитрами, и оно раз нейтральное, нельзя прикатываться ни к психологии, ни к эзотерике, то оно проходит. И оно еще проходит в том плане, что все эти модераторы ВК, они любят, когда больше каких-то фотографий конкретных, конкретных лиц. Это вообще известно, что лучше прокатывает, когда информация какая-то мутная, непонятная. А когда есть конкретные люди, конкретные адреса, грубо говоря, явки и так далее. Поэтому я тут вот вспоминаю прямо конкретно. Кафе такое-то по какому-то адресу, хозяйка кафе и все это интегра. И такой нейтральный пост, он всегда прокатит вообще подо все. Поэтому, как бы, эти вот посты, они, значит, были такие изначально. Потом в заглушках стоял пост вот такой вот, что, например, такой-то отель исторический есть в центре Тулу, вот так-то, значит, здесь были картинки, и такие-то два романа писались когда-то в этом отеле. Тут тоже не прикопаться. Никакой эзотерик, ничего, грубо говоря, это проходит. Про историческую зону я включил, уже не упоминая ни эзотерику, ничто, ни шаманирую слова, просто упоминая, что есть вот археологическая зона, и там такие вот, как бы, находятся статуи. Вот это то, что было изначально, и даже я включил видео «Собор», потому что в «Соборе» я вырезал все со словом Кастанеды, с эзотерическими словами, такого нейтрального статуи. Вот где-то у меня было 5-6 постов, не больше. У меня было, да, последний просто, интересные какие-то сведения. И, значит, количество подписчиков у меня, я просил просто своих друзей подписаться, было 3 человека. У меня была группа всего лишь 5-6 постов, вот таких вот, 3 человека. И после этого я начал создавать рекламную кампанию, я просто решил попробовать. А давайте-ка я попробую на группе из 3-х человек. Зачем мне? Мне все говорили, тебе нужно 100 человек минимум, чтобы они там пропустили. Тебя одобрили? Нет. Современные правила, видимо, особенности, как работают в ВК-модераторы, они пропускают при минимальном содержательности группу. Самое главное, чтобы она не противоречивает правилам. Поэтому даже 3 человека в группе, не надо много нагонять друзей, а проходят. У меня вся реклама, я, наверное, 15-20 рекламных объявлений составил, она везде прошла, такие группы разные. Отдельная группа у меня была, вот эта постановится, я про что была тематическая группа, это у меня IT-лимит. Я вообще сам не IT-лимит никакого отношения не имею, но я понимаю, что вот магические шахматы, я уже программирую реальность, покажу, похвастаю. У меня уже висит на этой самой стене. Практикально, вот видите, прям все уже идет программирование. Вот поэтому меня так поперло все, и в этом плане тоже. Вот. Они сродни тому, что принято у IT-лимитов управления звездами. То есть, грубо говоря, либо ты пассивно плывешь действительно по течению, как заложник событий, либо ты активно влияешь на эти события, и это сродни их тематике. Поэтому вот отдельная совершенно группа, с которой мне придется работать, с которой будут работать тяжело, потому что я вижу, что в Аст-Кастанедовсе пошла движуха, активность вообще большая. А по Телемитам они мне пишут в личку посты. Туда попали у меня сообщества, все связаны с этими, так сказать, обществами, все эти масоны, иллюминаты, эти самые Телемиты эти вот, да, тамплиеров, это все туда. Это отдельная группа, с ними нужно работать, у них такая специфика. Естественно, в тематической группе масонов-телемитов они могут кастанедов вообще не читать ничего о них. И, как правило, все кастанедовцы вообще ничего не знают о Телемии. Ничего не знают ни о Телемии, ни о каком Алистере Кроуле. Для них это далеко очень стоит от всего того, что писал в таком немножко фэнтези стиле Карла в своих книгах. В общем, создаются различные, как бы, такие под аудитории, нашей целевой аудитории, нашего продукта. И под них изначально разные группы. Потом они сольются, как только возник интерес у человека к продукту. Кто его зацепил, он потом придет на курс, их можно вместе вести уважительно, нормально к этим и к телевитам, ко всем относиться, и к масонам, и к нормальным, к обычным, которые далеко от этого. И к психологам, и к тем, кто просто и к культурный уровень хотят поднять им просто интерес. Вот это вот. Из Америка, индейцы, и снижение цивилизации. В общем, со всеми с ними потом работаем вместе. Вначале раздельно. И вот, как только прошло рекламное, значит, кампании объявления, и у меня цель такая, лучше набрать примерно от 50 до 100 подписчиков. Это такой вот, как бы, ну, та группа, с которой можно уже стартануть, грубо говоря. То есть тяжело работать с людьми, если там 5 подписчиков будет. Но если набрано-набрано 50-100, для этого нужно просто какое-то какие-то интересные посты через несколько рекламных объявлений, посланных через, значит, автоматическую систему сделать и послать. Ну и друзей пригласить, как это тоже интересно почитать. Уже можно менять содержание под то, что ты хочешь. Потому что вот здесь, вот у меня, например, пошло вот. И Клэр Грин у меня пошел, и Кэрл Тикси, и Брюс Вагнер. Ну они подвижники, а она упоминается в романах, короче. Я уж тут стал Карлса вставлять. Тут я еще осторожно написал Карлса, без слова Костанета. А потом я уже постепенно понял, что, грубо говоря, реклама прошла, они как только ее одобрили, потом эти же посты рекламные можно использовать в будущем. Не надо заново их подавать. Нужно просто создать от трех до десяти, как минимум, рекламных постов, которые прошли модерацию в группе, когда она маленькая. Она когда вот такая вот маленькая, где три-четыре, по ста, по десять миллион. А потом, когда она уже развивается, наполняется тем содержанием, которое нужно каждому из нас к тому продукту. Включая те же расстановки, включая энергетические, энерровые с энергиями. Никто уже не смотрит, так сказать, что у тебя там происходит в группе. Это рекламный пост, если я покажу. У нас просто сейчас, может, час проговорили. У нас эта часть по рекламе перенесется на следующую сессию. Вот у меня одна компания, конкурент. Сейчас кликну. Вот это все мои рекламные посты. 21 объявление, 21. Вот оно, видите, я разделял, например, по-своему, по названиям, было понятно, какие объявления для каких групп. Ну, например, 0 или 0, это объявление для группы конкретно Кастан и АДФЦФ, даже по названию группы. Вообще можно по названию группы, это проще всего, чтобы не запутаться. Вот оно в данный момент, видно, да, я поставил дневной лимит 140 рублей и потратил из них 133. То есть она достигла практически максимума и остановилась. Вот, по нему, вот тут вот видно, да, у меня было там 19 переходов. То есть люди реально по этому посту рекламу 19 раз перешли. Вот, это процент от 2 до 4, ну, даже нет, 2, какие-то бывают. Вот видите, 0,107, не пошло объявление, вообще мизерное. Ну, там 8, да, процентов, например, будут какие-то фишки на работу у каждого из нас. А что способствует? Покажите мне тот рекламный пост, по которому было 8-10% переходов. Блин, я даже готов заплатить за это, вот, донейшн или как-то. Это тяжело добиться 8-10% переходов. Обычно 4, это уже очень хорошо. 3, 4, 5, 3, даже неплохо. Потому что типичный вариант, это получается 1-2% переходов. То есть из 100 показов один раз человек перешел, или два раза. К сожалению, это вот такая реальность. Так вот, это эти рекламные предъявления, вот, например, вот этот вот, который сейчас зашли на цикле лимита. Я его могу в любой момент, вот статус, вернее, я его сам, вернее, оно остановилось саму, да, я его в любой момент могу перезапустить не контактера модераторов ВК. Как оно выглядит, вот, например, сейчас покажу. Вот рекламное объявление. Это просто как информация на будущее, чтобы послушать в следующей сессии. Вот сам текст, который появляется в ВК, как реклама. Он нормально короткий. И как, Карл стрелился с редатором. Редатор это, короче, там, читали, не читали, неважно. Мужик, который живет тысячелетиями, считается, что маг древности, который живет тысячелетиями. Он не умер, а он, грубо говоря, нашел такую форму, в общем-то. А правда-неправда никто не знает, но народу это интересно. Это такая фэнтези, которая выносит мозги. Вот, значит, вот оно. Давайте его не будем сейчас как-то дергать, да. Так, сейчас секунду. Здесь его можно редактировать. Я это все расскажу в следующий раз. Вот само рекламное объявление. Вот, значит, бла-бла-бла, тут призыв. И я вставляю всегда кнопки. Потому что я в своей компании немного совершил нужное мне действие. Ну, попытаться, по крайней мере. Потому что, как только он совершил нужное мне действие, стал подписчиком, я уже смогу с ним нормально, цивилизованно общаться, показать ему, что я что-то умею. Да. А, возможно, из того, что я умею, ему интересно. И просто узнать, а что ему интересно. Адаптироваться под него можно в каких-то своих предложениях. Поэтому у меня вот всегда стоит кнопка. Я покажу вариант, в следующий раз мы будем заниматься. У нас будет рекламная кампания с кнопками. И по этой кнопке у меня сразу предлагается автоматически подписаться. Да, это какой-то определенный риск. Потому что часть аудитории, которая перейдет по этой кнопке, не понравится. Блин, а почему меня так призывают сразу подписываться? Блин. Я еще не узнал все, что есть, чего нет. Но у меня стратегия такая, потому что я считаю, что нужно подталкивать их к нужным действиям. Что часть аудитории сами готовы подписаться, как они написали сегодня, что готовы хоть несколько раз в день получать эти самые сообщения о подписке. Даже бы это не было интересно. Поэтому вот этот пост, который в любой момент могу перезапустить уже в той группе, которую я... Все параметры это все в следующий раз мы обсудим, настроим вместе. Понятно, что он уже не проходит модерацию. Никакую со стороны администраторов ВК. Сейчас все по автоматической рассылке сообщений. Как это работает в вашей группе, которая будет работать на текущие услуги. Или какой-то идея нового продукта, которая появится в течение года, через несколько лет. Поэтому я сейчас ставлю... Пауз. 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 Продолжение следует...